МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Клубы ЮИД распачали под рыхтоку да с поборництвау. Виноградный сезон. У Гомеля у День города отбудется фестиваль Винограду. Светлое свято. Католицкие верники сегодня означают рожство Бахародицы. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Продприемство Гомельской области проймуть уделу международным кермашизм Заходного Китая. Он пройдет в городе Чэнду с 15 по 18 вересня. Наш регион представить коллективную экспозицию, у якую увойдут кондитерские выробы, мясная и молочная продукция, а так само стенд про послуги туристичных организаций. У зимку будем зайчинной садовиной. Объем, який плануется закласти у сховищу Гомельской области на межсезонный период, складе больше, как 1 тысячу тонн и будет на 11% больше, чем у минулым годе. Что до Городнины, плануется закласти на заховывание у зимовый период больше, как 8 тысяч тонн бульбы, 4,5 тысяч тонн капусты и свыше 2 тысяч тонн морквы. Стабилизационные фонды харчовых товаров створаются для того, как забеспечить бесперебойное поступление товаров у гандлевую сетку, школы, больницы, социальные установы с дистопада по май. Я не буду сформированы за кошт местовых вытворцев. Запасы плодоогородненной продукции на сенне-зимовый период будут заховываться больше, чем у 50 специально обсталеванных сховищах. Все летнее надворье на Гомельщине оказалось сприяльным для выросшивания льну. Нарихтованной сыровины хопить, как полностью загрузить могутности двух працующих в регионе льнозаводов. А маль полова выробленной продукции у рамках держзаказу будет поставлена на Оршанский льнокомбинат, остатние накируют на экспорт. Перспективами подсекавилися наши корреспонденты. Льон вельми складанное у выросшивания и перепространства культуры. Если для терманий сыровины сбавованы, например, необходимы два технологичные цикла, то для льну таких циклов потребны пять, а для терманий сыровины особливо высокой якости в уголе девять. Новую линию на кармянском льнозаводе смонтировали в 2014 году. Зараз тут вырабляется продукция, якая не только запотребованная на внутреннем рынке, а и поставляется на экспорт. Сирот партнеров, предприемцев из России, Польши, Литвы, Китая. Зараз рыхтуется погоднение с латвийской компанией. Рентабельность завода коля 15%, а тому за экономичные крупкие гледжения он очувает себе достатково упыльненным. Перед тем, что вырешенного хопая, как загрузить погодности на 100%, ведь до махчимых проблем тут все-таки готовые. В 2015-м у вынеку притяглой спехоты загинуло коля 10% посевов. Отсутность страченной сыровины провела до амаль месячного простоя всталеваниях в минулом году. Сегодня эта ситуация значительно больше сприяльная. Когда шел рост, активная фаза роста, дождей хватало у нас, проходили, поэтому лен свой рост набрал. Качество продукции 30-го года не хуже уровня прошлого года. На 30% площадей должны получить лучше сырье. То есть по качеству хуже не будет. Для того, чтобы максимально эффективно выкрасить все вырешенное, на Кармянском льнозаводе открыли участок паленых брикетов за месячным объемом у 100 тонн. У якости сыровины выкрасываются отходы основной вытворчасти. Подлечено, что тонны льно-брикетов заменяют больше 4 тонны дровнины, и они экологично чистые и имеют высокую теплоотдачу. Зараз разглядается махчимость их поставок в организации социальной сферы. Лен у вогули культура стратегичная. Это сыровина для текстильной, папировой, медицинской, химичной и военной промысловости. Падает самая значная проблема для региона – недохоп поселных площадь. Если на Витебщине для выращивания льно пригодна кля 48% палетков, то на Комичине не больше 5, при том, что на каждом конкретном участке льон можно сеять. Только один раз в 5-6 годов. Землю подбирать все труднее и труднее. И увеличивается плечо отдаленности от завода. А это перегон техники, перегон автомобиля, отвозка. Все это сказывается на себестоимости льно-трестыльного волокна. И все ж таки, отмавляться от выращивания льно на Гомичине не сбираются. На протягу двух опочных годов площадь под эту культуру займает в регионе 4800 гектаров. Это прикладно на узровне советских часов. И на 500 гектаров больше заданий Минс Сегас-Харшу. И такая информация. На 30 вересня у Карме запланованы первые в Гомельской области тестоваль льну за прошением белорусских и замежных льноводов. Александр Иванович Сегас. Номер телефона 33-09-59. Протягиваем выпуск. Проект концепции Национальной службы планования семьи распроцовываются в Беларуси. Основная мета – заховать репродуктивное здоровье насельництва. Одним из этапов станет развитие межрайонных и областных перинатальных центров. Настасия Кучинская побывала в Гомельском областном роддоме и доведалась, что зараз представляет собой галонная перинатальная установа региона. Статус перинатального центра областный роддома тримау в 2060-м годе. А разом с ним – самое сучасное медобсталявание. Ещё году 15 тому об таким узроуне техничной оснащенности навод не марли. Это позволяет оказывать допомогу на сусветном узроуне. Впервые в нашем роддоме мы применили гемостатический шов по линчу. Эта технология помогает уйти от удаления матки при массивных маточных послеродовых кровотечениях. Мы сейчас широко применяем такие реконструктивно-пластические операции, как удаление мематозных узлов при операции кесарево-сечения. Что позволяет тоже сохранить женщине матку и репродуктивную функцию в будущем, улучшает её качество жизни. Один из главных принципов, у которых притрымливаются областным роддоме – максимально натуральный процесс родов. И лишних медицинских манипуляций не робить, только по показчиках. Тут нема занята строгого режиму знаходжения и наведывания. А яше только тут практикуют партнёрские роды. Усё гэта свечить про максимальное наближение до агульно-сусветных тенденций. Гомельский областный роддом – незвычайная медустанова. Больше 90% женщин, которые трапляют сюда, имеют проблемы с тяжелностью и потребуют самой высокой квалификованной допомоги. Перинатальный центр высшейшего узровня только у столицы. Ганна Ковалёва – своего рода уникальная пациентка. Это малая ей пятая дитя. Долгочаканный хлопчик – четыре старые шеи девчинки. А ле уникальность нюгэтым у сегдятей она народила праск кесарова сячэння. У меня все операции кесарево сячэння берётся только Минск или областной. Но я тут уже рожала в 2009 году. Конечно, мне тут понравилось. Конечно, я выбрала этот, чем в Минск ехать. Но, слава богу, пока всё хорошо. Я всем довольна. Складанные роды, хроничные захворывания тяжарных для гомельских медэкау сегодня, саправды, уже не критичные выпадки. А сучасное обсталявание и высокая квалификация медэкау дозволяются выхоживать на вот самых складанных дятей. Например, у минулого года вырытывали девчинку, якая народилась в агую сяго 600 граммов. У вагулю в Беларуси один самых низких у свете коэффициентов дитячей смяродности. Даденые минулого года с тысячи дятей помирают трое. Для права на не у России семь, а у злучшенных штатах Америки шесть. Благодаря техническому медицинскому прогрессу и научному медицинскому прогрессу и повышению квалификации медицинского персонала, как врачей, так и среднего медицинского персонала, достигнуты большие успехи в целом. По сравнению, например, за последние 7-6 лет в два раза снизилась летальность по нашему учреждению, например, могу сказать. И если сравнить с 90-ми годами, то в разы, вплоть до 8 раз. Али вырытывать кожных анимахчима, ужнил не областным роддоме, зафиксовали две детячие смерти. По их заразе одеется следство. Концепция национальной службы планования семьи, якая зараз распроцовывается у Беларуси, конечно, так само не зарубит суда. Али уже сёнязью извязывают планы на то, что маленьких здоровых белорусов с кожным годом будет становиться больше. Настасия Кучинская, Павел Антонов, Телерадио и Компания «Гомель». Яны ведаюць про безпеку дорожного руху усё. И у территичных пытаннях дадуть фору досвеченным водителям. А до практичного керавання им ясчэ треба посталець. Атрады юных инспекторов дорожного руху иснуюць у нашей краяне больше, чем четыре десятки годов. У нашым регионе гэты рух объяднувывая больше, чем четыре с половой тысяч школьников. С початком нового навучального года юные инспекторы приступили до подрыхтовки, до будучих спаборництвау. Репетыции агитацейных номеров, выучение правилов дорожного руху и сдача тестов. Их это только частка мероприемства, что очакают школьников. Разом з юными инспекторами на перших репетыциях побывала наш корреспондент Наталя Капрыленка. Мы юи, команда «Перехлёстка», нам подвозили все правила. Вось с таким запалом в учни 10-го класса рыхтуют номеры для районного конкурсу юных инспекторов дорожного руху. Можно сказать, раскрыта сокрытная информация, перепрацованная вядомая рок-композиция, визитка для городского взлёта. А конкуренция помеж клубами юных инспекторов серьезная. Увогулі придумывать агитационные номеры и перепрацовывать музыку в гурту – один из любимых занятков, кажуть юные инспекторы клуба «Скрыжаванне». Пять годов тому хлопцы и девчаты захопились школьным инспекторским рухом. Зараз это не просто гурток по интересах, а не отдельная частка их життя. Мне здесь нравится полностью всё. Ребята отличные, велосипеды, правила дорожного движения и медицина. На сцене мы показываем, поём, танцуем. Это нам действительно очень нравится. Мы занимаем призовые места по этому. Ну, тоже осваиваем велосипед, медицину. Команде все поддерживают друг друга. Вот такие апонтанные справы подлетки, а шеигаловная надея и поддержка в работе с молодшими школьниками, кажутся у працовники отделения по агитации и пропаганде областной ДАИ. Хлопцы и девчаты допомагают проводить уроки дорожной безопасности для учеников початковых классов. По программе «Ровный навучай ровного», школьники с агитационными тематиками наведывают и детские садки. В учених среднего звена так само активно включена в работу клубов юных инспекторов. В худшем часе они будут сдавать экзамены по кированию велосипедом и тесты по правилам дорожного руха. Увогули, означают наставники, корысть клубов «ЮИД» для позаклассной работы со школьниками тяжко переоценить. Очень важно в настоящее время – это занятость их в свободное время, свободное от учебы время. Это позволяет их направить в нужное, полезное русло и отвлечь от негативных явлений, которые есть в нашем мире. Стать юным инспектором дорожного руху может каждый школьник во взросле от 6 до 17 годов. Клубы «ЮИД» открыты у каждой школе региона. Гэта 437 у гуртков. Рух юных оховников про аппаратку на дорогах охопливает больше, чем 4,5 тысячи школьников. Действительно, это наша надежда и опора. Учитывая то, что они уже не первый год, скажем так, у нас в отрядах «ЮИД», то самым маленьким малышам, которые только приходят в школу, либо где-то мы проводим различные всевозможные акции, мы, конечно же, всегда привлекаем юных инспекторов дорожного движения, где-то даже самые флики, у нас постоянно проводятся такие акции. Они объясняют, рассказывают, показывают, на своем примере доказывают то, что это модно, это нужно, это действительно важно для ребят. Наталья Капруленко, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Даречи, про безопасность на дорогах в области. Сене пойдет разговор в программе «Деалог». На питание откажет начальник областной державной инспекции Игорь Макушенко. Глядите программу «Деалог» у промым эфиры на телеканале «Беларусь 4» сене у 19.01.20. Номер телефона у студии 34-2043. У юбилейная свята «Дня города» у Гомелі у першыню пройдет фестиваль «Винограду». Он разгорнится у скверы имя Грамыки. Иниціатором проведения этого нового для региона мероприемства выступил клуб «Виноград Гомельщины», который дейничает при городском центре культуры. Его удельники коля 30 профессийных и начинающих виноградеров. Подчас фестивалю наведвальники смогут доведаться про выращивание винограду во умовах белорусского климата. Тут можно будет увидеть разностаенность готунков и гибридных формов, поспробовать винограды принять удел у вызначенні лепших виноградеров Гомельской области. Первые три номинации за лучшую гроздь, за лучший вкус и за лучшее оформление победители будут наградаться кубками, которые мы приготовили. А часть номинантов, номинации эти пока не будем озвучивать. Это будет небольшой секрет и сюрприз. Достаточно много номинаций и я думаю, что все участники выставки каким-то образом будут отмечены организаторами выставки и клубом в целом. А на Бабелеце уже за утро 9 вересня значить 240-годовый юбилей. Распочнутся гулянни с централизованного парада 6 по улице Ильича. Основной святочной пляцовкой станет зона от подшинку пруды. Там отбудется великий концерт с уделом мясцовых творчих коллективов и артистов из Украины. Так само на сцене выступит белорусская спевачка Вольга Плотникова. Завершить программу о 22-й године святочный салют. Католицкие верники сёння святкуюць рожство пра святой Богородицы. Гэтая свята прысвечена ўспамину пра нараджэння Мати Исуса Хрыста, наисвятейшая Девы Марии. У новым заповете утрымліваецца вельмі мало звесток об житті Богородицы и падея, якая адзначаецца ў гэтый дзень, зафиксавана толькі ў царковным паданні. Першы ўспамин пра святкаванне рожства Богородицы адносіцца до другой половы 5-го стагодця. Гэтая, а так сама іншая навіны, вы можыці знайсці на нашым сайці ў інтернеті па адрасі www.tevergomil.by. Далей у эфіры «Спартывный агляд». З новинами спорту вас познайоміць мой калега Михаил Садоўскі.